В общеобразовательных учреждениях Артёмовского городского округа насчитывается 6032 учащихся, и каждый 12-й постигает азы наук во вторую смену. Проблема обучения детей во вторую и даже в третью смены не нова. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, каждый пятый российский ученик идёт в школу к обеду. Нужно отметить, что совсем недавно вступила в силу программа Российской Федерации по строительству новых школ, а также по вводу новых мест в общеобразовательных учреждениях старого образца, которая рассчитана наперёд до 2025 года. Эта программа реализуется с 16 по 25 года. Но в нашем Артёмовском городском округе тоже есть такая проблема. У нас 8% детей, которые обучаются во вторую смену. Или, если в количестве, то это 499 человек. И эта вторая смена у нас в пяти школах. Это первая школа в центре, это вторая школа, это третья школа, это 12-я тоже центр и 14-я школа, это посёлок Красногвардейск. Управлением образования Артёмовского городского округа разработана муниципальная программа по созданию новых мест и модернизации инфраструктуры в муниципальных образовательных учреждениях Артёмовского района на 2016-2025 годы. И в этой программе у нас уже заложены строительство новых школ или реконструкция новых школ. На данном этапе у нас уже запланировано на 2017 год проект новой школы на 1200 мест, который будет расположен в центре города, это район стадиона. Затем у нас запланирована реконструкция этой второй школы. И, конечно же, школа в посёлке Красногвардейске. Там, скорее всего, тоже мы в программе запланировали строительство новой школы. Как это будет реализовываться, мы увидим со временем. Я думаю, что есть поручения президента, правительства, поэтому всё будет хорошо. Современные технологии позволяют в короткие сроки строить современные здания школ. Пример тому – новая школа в академическом районе Екатеринбурга на тысячу новых мест. Я надеюсь, что за один-два года и в нашем Артёмском появится первая тоже ласточка, именно вот эта новая школа на 1200 мест. Тем самым мы, значит, и можем решить проблему нашего лицея, где нет спортзала и спортивной инфраструктуры. В то же время мы можем разгрузить и первую, и 12-ю школу.